Всем привет! Итак, вот наши с вами доски, вот они гвозди, очень острые, очень хорошие, очень качественные, великолепные. Что с ними делать? Мы уже с вами теперь прекрасно знаем, как на них вставать, мы знаем, какие эффекты они нам дают, мы тоже знаем. Ну, а теперь самое главное, мы начинаем сбрасывать вес и начинаем мы с того, что мы должны набрать огромное количество энергии, потому что для снижения веса требуется невероятное количество сил психических, психологических, физических, душевных, если хотите, и энергетических. То есть это процесс такой очень тяжелый, кто знает. Да, а мы-то с вами знаем, что это очень тяжелая такая и нудная и противная вещь. Вот. И для того, чтобы этот процесс был успешный, то есть мы должны с вами запастись огромным количеством энергии, сил, чтобы, так сказать, с честью и с достоинством наши задуманные планы осуществить. А планы у нас с вами серьезные. То есть мы хотим улучшить свое здоровье, так, победить личный вес, у кого он есть, и разогнать свой метаболизм, и в конечном счете жить долго и счастливо. Итак, дорогие друзья, еще раз мы с вами теперь вспомнили все, что мы с вами знаем, умеем, есть ли у нас с вами доски. А теперь самое главное, как накопить энергию, то есть как это делается технически. Итак, для того, чтобы набрать энергию, нам потребуется не много, не мало, а целый месяц, то есть 30-31 дней, день, который состоит там в среднем из 4 недель. Итак, сессия, процесс набора энергии выглядит следующим образом. То есть вы делаете эту процедуру ежедневно, лучше в утренние часы, но также можно делать и в вечерние. Например, если вы устали, если вы опустошены, если вы, допустим, потратили определенное количество сил, то есть если вы делаете это утром, то вы легче этот день просто переживете. Если вы делаете вечером, то есть тогда вы восполните тот запас, который вы истратили в течение дня. Сессии бывает. Что такое сессия? Сессия – это количество времени, которое вы проводите стоя на досках. То есть мы сейчас рассматриваем вариант то, что вы находитесь в вертикальном положении. Есть вариант такой, что вы находитесь на стуле, да, то есть этот вариант имеет место быть, если вам тяжело, то есть так же вы будете набирать силы, но не так интенсивно, например, как это происходит в вертикальном положении. Итак, вы стоите на доске. Короткая сессия длится до тех пор, пока вы можете терпеть боль, пока вы это чувствуете. И это сопровождается определенными ощущениями, то есть вы чувствуете, как энергия поступает в ваше тело, через ноги поднимается вверх, и это происходит до головы. То есть ощущения волны, тепла, каких-то энергетических волн, то есть они должны у вас дойти до головы, то есть хотя бы до ушей и до глаз. Так это называется короткая сессия. Длинная сессия – это когда вы терпите боль, и у вас появляется желание сойти с досок. И вот тот момент, когда, значит, вот с этого момента, когда появляется желание, когда вам эта процедура надоела, то есть это включается определенная защитная реакция в головном мозге, то есть вы начинаете испытывать стресс. Так вот, в момент ощущения вот этого стресса, как раз и происходит основной набор энергии, когда вы делаете это немножко через сил. И это будет называться длинной сессии, то есть когда вы делаете это через боль, когда вы пытаетесь от вот этого неприятного ощущения как бы его не замечать. То есть вы должны понимать, что это сигнал в голове, что это ваше эго, эго, что такое вот от слова там эгоизм, это наше вот самоощущение, оно противится тому, чтобы над ним что-то такое производить. И вот в этот момент, когда вы добровольно его как бы переступаете, вот в этот момент как раз и происходит. То есть вот этот дискомфорт, вот этот вот как бы стресс, он идет нам в ресурс. Это очень ценная вещь. Итак, мы теперь знаем, что такое короткая сессия и что такое длинная сессия. Так, мы берем понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, да, вот эти пять дней. То есть мы делаем короткую сессию ежедневно. В какое время? В любое можно делать утром, можно вечером, можно делать в разное время, как вам удобно, как вы считаете нужным. Да, по времени опять же это очень все продуктивно, то есть это не занимает много времени. Ну, в начале там максимум, сколько вы можете простоять, ну, это порядка там одной, там двух минут. Так, и теперь смотрите, в субботу мы делаем длинную сессию. Да, то есть мы стоим на доске и стоим максимально столько, сколько вы сможете. То есть нужно переступить вот этот вот барьер, да, то есть когда вы испытываете вот этот вот, начинаете испытывать дискомфорт, то есть появляется желание с них сойти. Да, и дальше вы смотрите, сколько, опять же, сколько сможете. Да, сколько сможете. Не нужно себе прям вот привязывать там веревками и всем. То есть можно поступить следующим образом. То есть длинную сессию можно, скажем, поставить себе таймер, да, то есть перед тем, как вставать на доске, то есть вы говорите, я, допустим, буду стоять, вместо там одной минуты я буду стоять две, да, все, то есть вы даете себе задание, включаете часы и ставите, и все. То есть если вы решили сделать две минуты, значит мы уже делаем вот эти две минуты. Да, появилось ощущение, то что хочется убежать с этих досок нафиг, да, и то есть вот это вот самое ценное будет вот эти вот последние там несколько секунд, да, вот в этом, как раз вот в это время, то есть вы и заряжаете, то есть вы и наполняетесь вот этой энергией. Так, еще раз повторяем, значит, пять дней у нас короткая сессия, шестой день, субботний, у нас длинная сессия, и в воскресенье мы отдыхаем, то есть делаем перерыв, к доскам не подходим. Так, и то же самое делается, то есть следующая неделя. Итак, четыре недели подряд, минимум месяц, да, без этого интервала, без этого, без этой практики, дальше, то есть двигаться смысла никакого нет, то есть уже у нас дальше будут идти уже такие более серьезные техники, уже направленные на снижение веса, уже конкретно, то есть мы с вами будем худеть, вот, но без этого месяца, пока мы энергией, пока мы не научимся это делать, то есть дальше двигаться бессмысленно. Итак, вам успехов, старайтесь сделать все правильно, как мы с вами проговорили, я надеюсь, что я достаточно подробно и понятно все это изъяснил, если какие-то вопросы, пишите на YouTube с удовольствием, отвечайте с удовольствием, пообщаемся, подискутируем, поговорим, обсудим, если какая-то информация у вас будет, то есть с удовольствием поделимся, у кого кто что знает, кто что умеет, вот будет, будет очень интересно. Кому понравилось, ставим большие пальцы вверх, вот так, как вы с вами знаете, ну и до новых встреч, продолжение следует, будет очень интересно. Субтитры сделал DimaTorzok